Фух, давненько меня здесь не было. Уже около года не покалывал своего лица. Честно говоря, поверить не могу, то что я снова снимаю видео. Странно, правда? За это время очень много чего изменилось. Я все еще строил самолеты, но просто вне съемок. Но в один момент мне показалось, что я теряю хватку. И как будто это все не мое, и настроения не было, и вдохновения не было. И желания даже никого не было ничего строить. Я очень не хотел терять это хобби. Но, похоже, это все прошло. И я снова вернулся в игру. Хотя, фух, камон, выяснили для того, чтобы улучшить мое нытье. В любом случае, раз уж я вернулся, я хочу построить что-нибудь такое более амбициозное. Если вы смотрели мое прошлое видео, там где запустил самолет на 700 метров в высоту, и вы хоть как-то понимаете, как это все работает, вы скорее задались вопросом. А как? Как я не потерял самолет в такой большой высоте? Как самолет смог оставаться стабильным, несмотря на ветер, несмотря на помехи в управлении? И как я вообще не боялся пускать самолет на такую большую высоту и дистанцию? Ответ очень прост. Эта маленькая платка выполняла, по сути, половину работы. Называется она Omnibus F4 Pro V3. Это система стабилизации, автопилот, OSD и еще куча всего в одной маленькой платке. Также на нее без проблем ставится GPS, и с помощью него можно лететь по маршруту. Продемонстрировано я в том видео, это была еще даже не половина всех функций этой платки. У нее их намного-намного больше. Допустим, ее без проблем можно запрограммировать так, чтобы твой самолет сам взлетел, сам набрал высоту, сам пролетел по кому-то задавному маршруту, завернулся на точку и сел. Полностью автономно. И в этом проекте я хочу немножко больше углубить в ее функции и посмотреть, на что она реально способна. Поэтому этот самолет будет что-то типа летающей лаборатории. Ну, вот он примерно в скетч-модели. Это довольно-таки простая модель, ничего необычного. Это обычный самолет с тянущим винтом и трехопорным шасси, так как я хочу все-таки испытывать функции посадки и взлета. Итак, сперва мы создадим 3D-модель этого аппарата, проработаем все косяки и создадим чертеж, по которому можно будет уже все строить. Обязательные критерии этого самолета это простота в конструкции, простота транспортировки, куча места внутри для электроники и батареек, и также прочность. Потому что мне кажется, что автономные посадки будут не самыми мягкими, но посмотрим. Создание самолета не обходится без вычислений. Я оставлю ссылку в описании на парня, который сделал очень классное видео о том, как вычислить необходимую площадь крыла, основываясь на весе самолета и его предназначении. А теперь давайте запрогнем в кат и создадим нашу первую деталь. Обычно я строю вокруг батарейки, поэтому батарейка у нас будет первой деталью. Таким образом, легко увидеться, что батарейка у вас поместится и у вас не будет никаких накладок и проблем. Теперь строим вокруг батарейки наш фюзеляж. Честно говоря, можно строить хоть от полды и на глазок. Я так чуть ли не всегда делаю и получается очень даже круто. Вытягиваем наш скетч и получаем уже какую-то первоначальную форму фюзеляжа. А сейчас вы можете наблюдать в бедран того, как я делаю самолет. На этом моменте я выбираю профиль для крыла. Это самая обычная NACA 2412, я ее немножко модифицировал, конечно, для своих целей. Сделал ее дно немножко более плоским, так, чтобы можно было проще сделать, типа, из спинокартона. А так, в принципе, форму у вас, ну, надеюсь, сохранил. На этом мне нечего сказать, поэтому я скажу то, что такой дизайн на самом деле намного проще, чем я думал, и он намного удобнее, чем бумага. Я не пожалел то, что я выделил пару вечеров на то, чтобы разобраться с программой, и вам тоже советую. Какой же, кстати говоря, удобный инструмент под названием Section Analysis. Он позволяет вам заглянуть внутрь своего самолета, не разбирая его по частям. Сейчас я как раз строю Omnibus, ну, как, накидываю ее в макет. В принципе, раз детали не лжаются в такой особо кропотливой точности, главное, чтобы они не помещали сам самолет. Сейчас я делаю шасси, шасси у меня будут, скорее всего, сделаны из простого металлического прута. А FPV-камеры я решил поставить на хвосте. Таким образом, у меня будет отличная перспектива на самолет, на все его системы, и, если что, я смогу увидеть, если что-то идет не так. Ну вот, около полутора часа работы, и самолетик уже готов, то есть его моделька. Пока что он, в принципе, встречает все критерии, которые я поставил. У него легко снимается крыло, у него довольно-таки много места изнутри, так что можно будет расположить электронику, батарейки большие. Даже, может быть, какую-то полезную нагрузку, типа какого-то небольшого груза. Не знаю, это будет интересно. Батарейные стеки я сразу сделал довольно-таки большим, с запасом на будущее батарейки. Вообще, конечно, будущее, я хочу использовать батарейки 18650, а не обычные лития-примерные. Камера у нас находится на хвосте, как я уже сказал, таким образом у нас будет отлично видно весь самолет, так будет даже комфортнее управлять. В итоге получаем красивый, функциональный и простой самолет, это, в принципе, все, что я хотел. Ну, в принципе, вот и все. 3D-моделирование заняло около полутора часа, сам самолет довольно-таки простой, поэтому сделать его модельку было нетрудным заданием. Выглядит он очень многообещающе, и я, честно говоря, не могу дождаться, чтобы построить его, наконец-то настроить и запустить. Я очень надеюсь, что этот дизайн нам поможет понять, как работает эта маленькая платка, да и, в принципе, принесет нам много классных достижений. А, в принципе, на этом и все. Я очень рад, что я снова вернулся на YouTube, и надеюсь, что вы тоже рады, не забыли меня, старого пожилого Антона. А так, сегодня в следующей части, она будет примерно через неделю, там мы уже сделаем нормальный чертеж и начнем сборку самолета. Это будет здорово. И, как всегда, пока, мои хорошие. Морг!